Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Спорт на дожде» С самыми интересными, яркими и запоминающимися событиями в мире спорта Вас познакомлю я, Никита Белоголовцев Когда на улицах в Москве такое количество льда, разумеется, не можем мы говорить ни о чем, кроме хоккея Благо, и, в общем-то, главный зимний вид спорта подарил нам огромное количество новостных поводов сегодня Начнем, разумеется, с молодежного чемпионата мира по хоккею, который начался в американском городе Баффало Вообще, молодежный чемпионат мира по хоккею – это явление уникальное У хоккея нет своего главного постоянного спортивного турнира Олимпиада проходит раз в 4 года, довольно редко На чемпионат мира обычный главный приезжают, в общем-то, далеко не все звезды И поэтому главная для болельщиков такая эмоциональная ежегодная отдушина – это именно молодежный чемпионат мира Там играют действительно все лучшие игроки своего возраста И за счет юношеского задора всегда получается интересное зрелище, очень привлекательное для болельщиков Давайте вот прямо сейчас посмотрим видео с трибуна матча первого тура, где наша сборная играла с канадцами Россия не является фаворитом этого турнира в чистом виде Нашу сборную, скорее, можно отнести к темным лошадкам, несмотря на то, что, в общем, довольно удачные предсезонные матчи проводила наша молодежная команда И первый тур сразу игра с канадцами, главными фаворитами чемпионата Наши держались на равных два периода, 3-3 после второй 20-ти минутки Но в третьей части игры совсем расклеились наши ребята, пропустили три безответных шайбы Итог 3-6, голы у россиян забывали Кицын, Двореченский и Собченко Не сказать, чтобы игра первого тура была провальная, потому что канадцы, в общем-то, объективно сильнее по составу Но проблема в том, что во втором туре нам играть со шведами Еще одними фаворитами чемпионата шведы в первом туре обыграли норвежцев 7-1 Сама по себе победа над слабыми норвежцами, в общем-то, практически ни о чем не говорить Но факт того, что два подряд матча наши пацаны будут проводить с фаворитами, довольно серьезный стресс С другой стороны, если обыгрываем шведов во втором туре, то гарантируем себе практически наверняка выход в полуфинал Ну а там, в общем-то, и за медали можно побороться Продолжая тему хоккея, будем немножечко взрослеть и обратим свои взоры на национальную хоккейную лигу Там прошли матчи очередного игрового дня И, разумеется, в первую очередь будем говорить о команде Washington Capitals Самый российский участник национальной хоккейной лиги находится в не самом приятном положении сейчас Не так давно у Вашингтона закончилась семиматчевая безвыигрышная серия А еще семь матчей подряд вот совсем недавно не забивал Александр Овечкин, их капитан и безусловный лидер Вашингтон в последний игровой день отправился в гости к неуступчивой, неприятной Каролине Которая играет всегда от обороны, игра получилась вязкая И россияне приложили свою руку к удачному результату 3-2 в гостях выиграл Вашингтон Семин отдал голевую передачу, Овечкин отдал голевую передачу И забил еще и победный гол на 41-й минуте Помимо этого в воротах Вашингтона прекрасно действовал Семен Варламов 33 из 35 бросков отразил наш молодой российский голкипер Разумеется, следим за ним с особо пристальным вниманием Потому что Семен, несмотря на то, что ему всего 22 года, уже оброс невероятной историей травм И от того, насколько здоров будет этот парень в ближайшие годы, во многом зависит и наш возможный успех в Сочи Потому что Семен Варламов, это безусловно наше вратарское будущее, можно сказать и так Обратимся к другому участнику национальной хоккейной лиги, к другой команде, которая во многом зависит также от россиянина Нью-Джерси Дэвилс, который в этом сезоне подписали невероятно долгосрочный 15-летний контракт с Ильей Ковальчуком Разочаровывают пока лигу Нью-Джерси это главное, безусловно, разочарование, по крайней мере, первой половины сезона в национальной хоккейной лиге Клуб, который может бороться за кубок Стэнли, плетется уныло на последнем месте в лиге Илья Ковальчук, один из самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ Лидирует с отрицательным рейтингом полезности в лиге Что такое рейтинг полезности в НХЛ? Для тех, кто не знает, расскажем вкратце Это соотношение забитых и пропущенных голов для всей команды, когда конкретный игрок находится на площадке То есть, этот показатель говорит о том, что когда Илья Ковальчук на льду у Нью-Джерси, Нью-Джерси в основном пропускает В этом матче Илья также не забил ничего, не отличился набранными баллами, зато подрался с Дионом Фанефом, защитником Торонто Мэйпл Ливс Причем, самое обидное, что победил бы Илья Ковальчук, по крайней мере, может быть, эмоционально бы зарядил команду А поединок вышел в целом ничейный, Фанеф большее количество раз попал по лицу Илья Ковальчуку Еще и в конце его налет завалил, так что ничего, кроме удаления Илья, ассистент-капитана, к слову, в Дэвилс не заработал В итоге 1-4 домашнее поражение Нью-Джерси от вполне себе успешного в этом сезоне Торонто Продолжим разговор о хоккеем, уже выступлением российских команд, правда, не внутри страны, а за рубежом Кубок Шпенглера, старейший континентальный хоккейный турнир, идет сейчас в Европе Давайте посмотрим на его результаты Сразу две российских команды в нем выступают Это, во-первых, Московский Спартак и, во-вторых, Питерский СКА Спартак в первом туре играл со швейцарским Давосом, проиграл 4-2 А вот СКА выступал успешнее, 3-1 победа над Женевой СКА сейчас занимает первое место в группе из трех команд И есть у всех шансов, у питерцев выйти в финал Напомню, что у СКА дела на внутренней арене складываются не очень хорошо И самый богатый российский клуб, в общем-то, по большому счету своих поклонников не особо и радует в этом сезоне Возможно, европейский хоккейный триумф скажется как-то позитивно на команде, спонсируемой Газпромом Расскажу немножечко о том, кто отличился в составе питерских армейцев На четвертой минуте Тони Мортенсен, шведский легионер, открыл счет На 41-й минуте наш легионер, бывший и ветеран Алексей Яшин сделал счет 2-1 И, наконец, победную точку в матче за две минуты до конца встречи поставил все тот же Мортенсен Давайте двигаться дальше не одним хоккеем Живы были мы в прошедшую ночь и поговорим о Национальной баскетбольной ассоциации Там случилось много интересных матчей Но хотелось бы наше внимание сфокусировать в первую очередь на встрече Орлеан Хорнец и Атланты Хоукс Давайте посмотрим, как происходили события в этом динамичном матче Орлеан по началу сезона этого радовал всех серий длинных побед Потом расклеились дела у этой команды Впрочем, и у Атланты все не слава богу происходит Долго отсутствовал из-за травмы Джо Джонсон, их безусловный лидер Поэтому такая битва за реабилитацию, возможно, была у этих команд Вот это Крис Пол, блестящий проход под кольцо Парень вообще-то разыгрывает прекрасно, но порой вынужден брать на себя инициативу Потому что периодически просто не с кем ему обыгрываться в этой команде А это уже отвечает Майк Биби, разыгрывающий Атланты Хоукс В целом, вязкая была игра, довольно упорная Равный счет был и такие своеобразные качели до конца матча Видите, как хорошо в обороне действуют обе команды Это уже в свою очередь Дэвид Вест забил два тяжелых очка в кольцо Атланты До последних секунд счет был неопределенный Небольшое преимущество сохранялось все время у Шершней, у Нью-Орлеана В районе примерно 4-6 очков они лидировали весь матч И так и закончилась встреча Вот это вот отчаянный бросок Джо Джонсона, лидера Атланты Самого высокооплачиваемого их игрока, заключившего один из гигантских контрактов в этом межсезоне Это снова Крис Пол Видите, даже не смотрит на партнеров Уверенно лезет, открывается под бросок И в итоге 93-86 Тяжелая трудовая победа Нью-Орлеан Давайте поговорим теперь немножечко о футболе Дорогие друзья Благо забавные новости поступают к нам из Великобритании Роман Абрамович, по мнению влиятельной британской газеты The Sun Вошел в десятку главных неудачников футбольного года в Европе На девятое место в этом импровизированном списке Британские журналисты поставили Романа Аркадьевича С аргументацией, мол, невнятную кадровую политику Осуществлял владелец лондонского Челси Уволил помощника главного тренера Карла Анчелотти Уилкинсона Который отвечал за своеобразную атмосферу в раздевалке аристократов Ну и также не усилилась практически команда в межсезонье Ушли из Челси Балок, Деку, Жулиана Билетти и многие другие А приобретения, в общем-то, были довольно скудные у коллектива Ну и хотелось бы, раз уж заговорили мы о футбольных трансферах Обозреть еще одну возможную сделку, но очень важную Бразилец КК, который был травмирован на протяжении практически всего этого сезона Возможно окажется в Миланском Интере В чем суть происходящего? Леонардо, бразильский специалист, возглавил, точнее, уже Миланский Интер Пришел на смену он Рафа Бенитосу КК прекрасно знаком Леонардо по совместной работе в Милане И, возможно, именно Леонардо поспособствует своеобразному ренессансу своего соотечественника КК в последние годы невнятно крайне выступает в составе Мадридского Реала А футбол мировой, безусловно, бы выиграл Если бы этот прекрасный и зрелищный футболист вернулся на большую международную арену С новостями спорта вас знакомил Никита Белоголовцев Это был «Спорт на дожде» Занимайтесь спортом, дорогие друзья Спорт на дожде Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»